Возвращаемся к беседе с Александром Непомнящим. Телефон в студии 847-400-5200. Давайте попробуем принять первый звонок. Добрый день, пожалуйста. Добрый день, Сергей. Добрый день, Александр. Добрый день, господа. Вопрос такой. Вы знаете, слежа за вашей политикой уже очень много лет, я не знаю, как в этот Белоголубые попал, ну, всегда мне очень симпатизирующий генерал Габи Ашкенази. Вообще, возможно, такой вариант, чтобы Нетаньяку пригласил его к себе, допустим, в кабинет на пост, допустим, министра обороны? Потому что такое практическое, я не знаю, это возможно, без, конечно, без его партии. Такое возможно или нет? А теперь второй вопрос, который для нас очень такой был, вы знаете, трудно сказать, болезненный. Вчера мы все наблюдали, я на работе смотрел в компьютере за прилунением, и в последнюю минуту сорвалось. Если это, как вы считаете, или как в Израиле считают, это был стопроцентный провал, это был 50% провал, и, ну, потому что, конечно, обидно, хотя, как кто-то написал на Фейсбуке сегодня, что израильские и жилецкие все равно попали на Луну и так далее, и так далее. Скажите мне, пожалуйста, потому что это действительно невероятное достижение этого маленького государства, которого мы так все любим. Спасибо большое, послушаю вас. Окей, я начну с политики. Вы знаете, на самом деле, когда Ганс был генералом, то он, в общем, тоже производил приятное впечатление. Ашкенази, возможно, произвел на вас приятное впечатление, но, судя по всему, человек этот, скажем, мягко непростой, и за ним тянется шлейф каких-то очень неприятных, почти неуголовных каких-то дел, которые были замяты, и, может быть, это послужило стимулом для него, вот, так сказать, примкнуть к этой команде, которую построили для того, чтобы сломать и свалить Натаньялу. Есть ли шанс, что Натаньял вытащит кого-то из партий, вот этого списка общего трех партий, слитых вместе, белых-голубых, себе в коалицию? Есть такой шанс, есть такой вариант. Похоже, это не будет Бенни Ганс, который, как говорят в Ликуде, перешел черту, когда он в предвыборном запале обвинил Натаньялу в предательстве и сказал, что Натаньялу позволил Германии купить подводные лодки, продать подводные лодки Египту, это предательство интересов Израиля. Все это было там ужасно глупо, я сейчас не хочу возвращаться к абсурдности этих обвинений, но обвинить в предательстве конкурента политического, в предательстве интересов страны. В Ликуде говорят, что Натаньялу очень сильно рассердился и что Ганс перешел к красную черту, отрезав себе возможность к коалиции какой-то. Ашкенази всю дорогу молчал. Надо еще понимать, что он пришел из такого подразделения, он боевой генерал, у него есть реальное боевое прошлое, он рисковал своей жизнью, он выполнял тяжелые задачи. Но вот это вот как бы то подразделение, откуда он пришел, это в общем как бы считается такие ребята боевые, сильные, крепкие, но не слишком интеллектуальные. И похоже, что Габи Ашкенази вполне вписывается в это предвзятое, возможно, мнение относительно этих ребят. Он молчал всю дорогу. Может ли он быть хорошим министром бароны? Я, честно говоря, не уверен. Может ли Натаньял расколоть эту партию, чтобы укрепить свою коалицию, дать себе больше пространства маневра до создания коалиции? Вполне может. Посмотрим, как это будет. Теперь, что касается нашего запуска космического аппарата к Луне, который действительно вчера, эта эпопея завершилась, более 10 лет она продолжалась, начиналась как конкурс, который предлагал Гугл, потом Гугл отменил этот конкурс, а израильтяне все равно продолжили. И вот, собственно, очень долго летел наш кораблик. Мы говорили о нем, что он летит долго. Он летел 45 дней. Самое долгое время, которое затрачивали корабли, посланные с Земли на Луну, потому что он пытался... Таким образом он экономил топливо. И вчера он начал садиться на лунную поверхность. Он должен был прилуниться. И когда оставалось уже буквально 10 километров до лунного грунта, потерялось управление, что-то испортилось в главном двигателе, и кораблик наш рухнул на Луну. Таким образом, действительно, он достиг лунной поверхности, но, как говорится, не совсем так, как хотелось. И, в общем, Израиль сказал, ну хорошо, мы не попали, не присоединились к тройке государств, которые прилетели к Луне, и высадились на нее по-человечески, нормально высадились. То есть США, СССР и Китай. Китай в 2013 году тоже прислал не человека, но автоматическую станцию, которая опустилась на Луну, преуспела. Но мы в эту команду не попали. Мы грохнулись, слепнулись. Но, по крайней мере, мы вошли в те 7 стран, добавить их к тем 6 странам, которые прилетели к Луне, ну, неудачно сели. Теперь надо понимать, что, в общем, и у больших стран, у Америки, Советского Союза, Китая, тоже ведь, как бы, вот эти вот, не сразу получалось. Сколько аппаратов поломалось, и, как бы, не сразу все это сложилось так, что долетели и сели, и все было хорошо. Наш был аппарат первый. И, конечно, с другой стороны, в общем, мы это делаем, сколько прошло с тех пор, как американцы высадились на Луне. Прошло достаточно много времени. То есть сказать, что это прорыв технологий, трудно сказать. Хотя, с другой стороны, были применены разные хитрые маленькие технологии, которые уже, в общем, заинтересовали и НАСА, и европейский концерн космический. Потому что, как бы, в чем фишка израильского кораблика, мы об этом говорили, очень дешево. То есть такие космические программы стоят миллиарды долларов. Израиль обошелся в 100 миллионов долларов, все это стоило, все удовольствие. Вот. И это был частный проект. То есть это был не государственный проект, это был частный проект. Натаньяо, который присутствовал вот на этом всем завершающей стадии мероприятия, как премьер-министр, и как большой, как бы, любитель и сторонник этого проекта, он сказал, ничего, ребята, я обещаю вам, что вы сможете снова запустить корабль, и в следующий раз все получится. И намекнул на то, что государство в этот раз постарается выделить какие-то деньги. В принципе, это частный проект, и, судя по всему, он и второй раз, если будет второй раз, то он будет снова второй раз частным, но какое-то будет государственное финансирование частичное все-таки у этого проекта тоже. Можно ли сказать, что провалились совсем? Нет. Почему? Потому что изначально этот проект задумывался, когда вот его, собственно, придумали три инженера, три простых, так сказать, человека из хай-тека, совершенно не космических каких-то, не специалиста, не богача, три обычных программиста, там был инженер, еще парень какой-то молодой. То есть простые люди, то, что называется. А вот они все это задумали, и у них это получилось, они нашли спонсора, они нашли, потом присоединили к себе уже крупных каких-то спонсоров. Они с самого начала говорили, что даже если у нас не получится запустить вот эту самую, эту станцию, этот космический корабль, мы постараемся сделать это таким вот как бы драйвом для детей. И они действительно, этот проект, он сопровождался тем, что в садиках израильских приходили добровольцы, рассказывали про проект, показывали какие-то модели, увлекали детей. Потом школьникам давали разные как бы картинки, там просчеты делать какие-то, старшеклассникам уже доверяли какие-то проверки, расчетов совершать. То есть огромное количество детей израильских от детского садика и до студентов было вовлечено в этот проект. И таким образом, даже если в итоге как бы мы полетели, но не долетели, то есть долетели, но шлепнулись, все равно, видимо, тот драйв, который в эти 10 лет был заложен, и сколько детей, и сколько тысяч детей, увлеченных вот этим проектом, в Израиле задумывалось о том, чтобы сделать какие-то, так сказать, делать научную карьеру. Поэтому в этом смысле, конечно, проект все равно преуспел. Ну, а до Луны, видимо, мы в этот раз не долетели, долетим в следующий. Александр, давайте попробуем принять еще звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. У меня две вещи хочу сказать. Первое. Скажите, пожалуйста, Александр, вот как получается так, что уже в течении многих, уже многих-многих лет в Генштаб и в руководство армейское выходят левые, а в правых зарубают, даже на уровне полковников. Это первое. А второе, я считаю, по поводу Берешита, я считаю, что это все равно большая удача. Потому что при таком малом бюджете, я-то знаю, как там, как луноход в Советском Союзе сделали, сколько это стоило. При таком малом бюджете израильском, что это такая, все равно это большая удача. В следующий раз будет лучше. Ну, я вам с вами абсолютно согласен по поводу нашего кораблика Берешит, что это все равно удача. Я сказал уже, что удача даже в том, сколько детей и студентов вовлекли в этот проект. Что касается левых в армии, к сожалению, мы возвращаемся к проблеме того, что в Израиле очень сильно то, что называют сегодня deep state, глубинное государство. То есть определенные круги олигархов, бюрократов, высших чиновников, неизбираемая группа людей, которая хочет удержать власть в своих руках вопреки волеизъявлению народа. И это даже вопрос не столько левых и правых, сколько или ты наш, или ты с нами, или ты не с нами. Эта группа держит Израиль на протяжении многих десятилетий. И в последние десятилетия идет очень серьезная борьба между этой командой и, скажем так, группой, претендующей быть элитой страны. Это, в первую очередь, религиозные сионисты. Но вместе с ними и многие тоже правые израильтяне, которые тоже считают, что, в общем, курс страны нужно менять. И они хотят прийти во власть, чтобы поменять курс страны. И этим, как бы своим желанием войти во власть, они мешают вот этому дип-стейту, который идет на все, чтобы отбрасывать их. Одним из очень эффективных вхождений в израильскую политику на высшем уровне является армия. Вязаные экипы, религиозные сионисты израильские, они идут очень активно в армию. В офицерском составе нижнего звена до 50% вязаные экипы. То есть ребята религиозные сионисты, потому что у них очень высокая мотивация. В отличие от светских, они хотят служить в армии. И хотя их самих там ну буквально сколько процентов? 10 от общего населения. Их 50% боевых офицеров. Но когда речь идет о более высоких уровнях офицерских, то есть уже не полевые офицеры, а вот штабные, там начинается очень жесткое отсеивание. И мы видим, как система отбраковывает вот этих, как вы сказали, уже на уровне полковников пробиваться. Если раньше еще мы видели генералов, генералов в кипах вязаных, которые пробивались в генштаб, последние несколько лет в генштабе ноль людей в вязаных в кипах. То есть вот этот самый Дипстейт взялся очень жестко за генералитет израильский, пропуская туда только своих. И вот в этом смысле мы получаем вот этих только своих людей, которые разучились побеждать. Кто-то уже жестко и едко посмеялся, что когда мы увидели, как партия, состоящая из трех бывших начальников генштаба израильска, трех высших военных, которые проиграли Натаньяу снова вот сейчас на выборах, то мы убедились в том, что наша армия перестала создавать генералов, которые умеют побеждать. Наши генералы разучились побеждать. В данном случае это радует нас, но по большому счету, конечно, это не радует, это большая проблема. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста. Добрый день, я извиняюсь, просто по этому поводу, это для меня лично очень болезненный вопрос. Вы знаете, это же длится у вас практически на протяжении всей вашей истории вашего государства, которому вот будет 71 год. Потому что человек, которым я встречался неоднократно и с ним разговаривал, Ариэль Шарон, без двух мнений, самый блестящий генерал вашей армии, я повторяю, генерал, я не говорю, как пример министр, и ему никогда его не допустили быть начальником генерального штаба. Насколько я помню, начальник генерального штаба получает звание генерал-лейтенанта. Он этого не получил, хотя он, наверное, заслужил больше, чем кто-нибудь другой. То есть это было еще сколько, 40-50 лет тому назад, то есть никогда они пытались не допустить людей, которые... И видно за последний сколько, за всю вашу историю так практически ничего и не изменилось, поэтому вот такое получается. Знаете, я даже не знаю, как... Короче, не ты не хочешь, очень-очень много работы. Много работы, чтобы это все начинали с вашего супрем-корта, и все, потому что все это засело настолько глубоко, и мешает развиваться еще лучше вашему государству. Спасибо большое. Ну вот это именно то, о чем мы действительно говорим. То есть главная проблема Израиля сегодня, это уже даже не левые, которые подсовывают какие-то безумные программы, способные угробить Израиль, уничтожить его просто экономически и, так сказать, политически изоступок. А вот этот самый дип-стейк, глубинное государство, которое мешает развиваться Израилю, не готово поделиться своей властью, не готово согласиться с волеизливлением народа, который хочет других лидеров, как бы другое направление развития. И действительно, почему Натанияу так ненавидим всем левым израильским истеблишментом, всем дип-стейтом? Да потому что он единственный, который умеет противостоять. Любых других выкинули либо на подступах, либо скрутили и потом и размазали, как того же самого Риля Шарона, который в итоге, мы знаем, пошел на размежевание и фактически перечеркнул все, что сделал до этого в своей жизни. Так вот, Натанияу человек, который до сих пор, мы не знаем, как дальше будет, но он до сих пор умудрялся противостоять этому давлению. Его не могли снять, не могли найти какую-нибудь девицу, которая бы сказала, что он ее изнасиловал или каких-нибудь людей, которые бы сказали, что он съел их ребенка трехлетнего с соусом или что-нибудь еще. Все, что ему придались придумать, что вот он какие-то сигары брал от Артура Мельчина, что он там какие-то, так сказать, документы не так подписал. Все это мелочи, и он стоит против всего этого и двигается в нужном направлении, двигает страну в нужном направлении. Поэтому он так ненавидим. В каком-то смысле это очень похоже на вашего Трампа, который тоже никак не могут ни с какой стороны уесть. И вот он противостоит этой системе, этому дипстейту вашему американскому. У нас, Натаньяо, противостоит нашему дипстейту. И он пока на сегодняшний момент при всех своих недостатках, при всей как бы минимальности своего продвижения, он все-таки единственный, кто способен продвигаться страну в нужном направлении и противостоять этому как бы внутреннему паразиту. Один из комментариев на YouTube, наш слушатель пишет, в Мерказе, Ликуда говорят, что его посадят, набралось на статью, имеется в виду, наверное, не Таньяху. Ну, Мерказ-Ликуд это центр партии Ликуд, в котором, кстати, я состою тоже. И мало ли кто что-то нам говорит. То есть сказать можно все, что угодно. Реально было открыто пять дел. Каждое из этих дел подавалось, как вот это дело точно такое стопроцентно посадят, потому что тут уж никак не отвертится на Таньяху. В итоге генеральный прокурор, изучив материалы, которые два с половиной года следователи копали и рыли, потратили четверть миллиарда шекелей, безумные деньги какие-то, он большую часть вообще забраковал. Осталось несколько обвинений, которые он сказал, что они стоят того, чтобы начать с ними разбираться. И сейчас эти все материалы переданы адвокатам Натаньяу, которые должны изучить. Они будут встречаться потом с генеральным прокурором и объяснять ему. И если они не сумеют его убедить в том, что все эти обвинения, которые он нашел вообще состоятельными, они чего-то стоят, то будет суд. То есть будет суд, в котором эти обвинения будут уже разбираться подробно. Адвокаты будут приводить аргументы защиты, какие-то свидетели с обоих сторон и так далее, и так далее, и так далее. Только после этого вообще как бы можно говорить о том, что посадят его или не посадят. Потому что есть в Израиле немало людей, которые готовы посадить или хотели бы посадить Натаньяу, но не за реальные какие-то нарушения, а просто потому, что, как я уже сказал, он единственный, кто противостоит сейчас израильской системе. Не то чтобы противостоит, но умудряется лавировать и галсами двигаться в нужном направлении. — То есть это все wishful thinking, как говорят в Америке? — На мой взгляд, это wishful thinking, потому что до реальных обвинений Натаньяу, до реальной посадки очень далеко, и вообще не факт, что это может произойти. — Еще примем звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. — Извините, маленький вопрос. А генерального прокурора Израиля кто выбирает? Не премьер или министр? И нельзя ли его как-то снять? Чтобы не было этих вопросов? Спасибо большое. — Да, очень хороший, правильный вопрос. На самом деле, нет. Его не выбирает премьер-министр и снять его так не может. В этом одна из проблем израильской юридической системы в том, что генеральный прокурор совмещает свою должность с должностью юридического советника правительства. То есть, по сути дела, юридический советник правительства — это адвокат правительства. Если министры или премьер-министры, например, что-то нарушили, перешли дорогу в неположенном месте, то юридический советник должен их защищать. Или, например, они решили принять какое-то решение, а юридический советник говорит, сложно, как бы с нашими законами, вот нужно так, так сделать или уже делайте, а я буду отстаивать это потом в Верховном суде, когда левые подойдут против вас. Так вот, юридический советник правительства в Израиле, по идее, будучи адвокатом министров и премьер-министров, он должен быть подчиненным им. То есть, они могут сказать ему, знаешь, что ты плохой адвокат, ты плохо защищаешь наши интересы, иди-ка ты погуляй, мы возьмем другого адвоката. Это была бы нормальная ситуация. Но в израильской ситуации этот же человек, эта же самая должность — это и генеральный прокурор. Генеральный прокурор обязан иметь возможность, полномочия судить министра или премьер-министра, и поэтому он им не подчиняется. И получается, что адвокат, премьер-министр, он же как бы тот человек, который должен решать, премьер-министр поступает законно или нет, он не подчиняется премьер-министру. По сути дела, есть комиссия, которая выбирает этого самого генерального прокурора, и премьер-министр только утверждает его. То есть, он не может сказать, вот назначьте этого. Он может сказать, вот мне принесли три кандидатуры, я из этих трех кандидатур вот этого выбираю. И все. Таким образом, получается, что Натаньяо не может сейчас заменить Мандельблита, генерального прокурора, пока тот не закончит срок своей службы. Потом комиссия опять предложит несколько вариантов, и Натаньяо должен будет выбирать из того, что они ему предлагают. Могут ему предложить, вот, пожалуйста, вот этот человек, то есть, он на таблетках, он сумасшедший, вот этот человек, он слепо-глухо-немой, вообще живет в Китае, или вот этот наш парень, которого надо выбирать. Ну, кого вы выбираете? Вот. Поэтому есть проблема. Есть проблема. Одна из проблем израильских в том, что нужно необходимо разделить полномочия генерального прокурора и юридического советника. Александр, огромное спасибо, и до встречи в следующий раз. До встречи. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok